Привет, добро пожаловать на канал Самоедские будни. Сегодня видео, которое как нельзя кстати подойдет к нашей с вами действительности. Времени, когда мы вынуждены ставить наши жизни на паузу в каком-то смысле. Я покажу вам нашу простую и счастливую жизнь с самоедом. Расскажу, как мы вообще держимся на плаву и как не падаем духом. Моя самоедская собака Миша мне в этом поможет. Да и вообще любой самоед поможет не падать духом. Это совершенно точно. Конечно, Миша, как и любой другой самоед, требует много времени. Такая собака это каждодневный труд, забота, беспокойство разного рода. Это, можно сказать, еще одна работа, только разница в том, что ты не можешь забить на нее или уволиться. А с другой стороны, это, конечно, счастье от общения с таким космическим созданием. С моей точки зрения, главное в счастливой жизни это решить стать счастливым. Не так давно я прочитала книгу Курпатова «Счастлив по собственному желанию». Она отчасти объяснила мне, как это сделать, а потом я еще сходила на его курс «Шаг за шагом». Стоило мне это 15 тысяч. Достаточно познавательно, но это, конечно, не панацея. Он дает много полезной информации, но если ты сам не готов меняться, это будет совершенно бесполезно. А все действительно так просто. Нужно просто решить быть счастливым. Вы скажете, ага, конечно, столько проблем. Но наши проблемы, они не всегда катастрофичные. Реагируем мы на них с негативом по сложившемуся динамическому стереотипу. Знаете, как воспитатель в детском саду разговаривает с детьми? Вы же знаете, что мама вас обязательно заберет? Да, знаем. А как можно ждать маму? Грустно, отвечают дети. А еще как можно ждать маму? Весело. Ну, и аналитическим умом мы понимаем, что весело ждать маму, конечно, лучше. Так же и в нашей жизни. Я могу начать ныть с самого утра, даже с ночи. Собака перекладывается с места на место, ломится в закрытые двери. Мы постоянно просыпаемся от этого. Вчера вообще в 5 утра подняла нас. Ей, видите ли, нужно было покакать. Нужно везти, опять на улице холодильном, мыть ей потом лапы. Нужно готовить еду, везде шерсть. Я убираю все равно грязно. А можно на это все совсем по-другому реагировать и воспринимать какие-то вещи совершенно нормально. Например, нам смешно, что она ночью вздыхает, и ей нужно встать и перелечь, потому что ей стало жарко на этом месте. Она перекладывается и делает бряк. И мы даже сквозь сон начинаем над этим ржать, потому что она так тяжело вздыхает. Утром будит, ты берешь ее в охапку и спишь дальше с самоедом утром тепло. Ну вот то, что, конечно, ночью она у нас вот так может разбудить. Ну а что сделаешь? Это и самому-то в туалет надо идешь, да? Правильно? Ну и собаки тоже, слава богу, что будет. Хуже было бы, если бы не будила. В общем, уход это вполне себе нормальная плата за то счастье, которое дарит тебе собака. Мы сами воспринимаем происходящее в нашей жизни по-другому. Ну и в конце концов, вы вообще сами решаете, заводить собаку или нет. Если проблема в уходе, просто отдайте ее туда, где и будут рады, и людям, которые будут счастливы от того, что владеют таким прекрасным существом. Или не берите ее вовсе. Тем более самоеда. Ну надо же, завела самоеда и раздражается, что шерсти в квартире много. Ну это же смешно, а на что ты вообще рассчитывала? Полюби этот уход, прими и получай удовольствие от того, что делаешь. Ведь это все ты делаешь для своего любимого существа, которое делает тебя счастливым. Вообще, общение с самоедом это что-то космическое. Я обожаю своего медведя и счастлива, что могу быть рядом. Проводить время с этим чудо-существом, наслаждаться безграничной добротой, смеяться над ее поведением, баловать своего мешутку, зарываться в белую шерстку, гулять. И все эти мгновения погружают тебя в здесь и сейчас. А для счастливой жизни это важно. Как можно чаще быть здесь и сейчас, в моменте. И любой психолог на первом приеме вам об этом расскажет. Самоед для меня это своего рода терапия, за которую я плачу уходом и ответственностью. Еще есть ритуалы. Ритуалы наполняют нашу жизнь некими смыслами. Мы делаем то, что приносит нам удовольствие на постоянной основе. У нас мешутка это поваляться утром в обнимку, съесть фрукт напополам, встречать Сережу с работы или маму из магазина и очень радоваться этому. Конечно, есть ритуалы, которые не приносят приятностей. Например, поход к ветеринару или стричь когти, или быть мокрым целиком после ванной, или когда чешут настойчиво. Но мы в любом деле стараемся принять неизбежность бытия. И если это важно, просто сгруппироваться и сделать. Потом гордиться и нахваливать себя за смелость. А потом быстрее забыть и радоваться тому, что это закончилось. Никакие неприятностей или сложностей не длятся вечно. Они обязательно заканчиваются, если приложить усилия, и снова начинается простая и счастливая жизнь. Ну и, конечно, все мы поддерживаем друг друга, бережно относимся, не обижаем, строим совместные планы с уверенностью, что все получится и будет хорошо. Носим маски, не шатаемся праздно по городу. Типа, если ты не пошел на Красную площадь, значит, ты вовсе и не живешь. Нет, живем просто по-другому, адекватной ситуации. Мы друг у друга есть. И это самое главное. Хочешь залезть? Ну, подожди, давай пледик расправим. Сейчас пледик расправим. На пледик залезешь. Без пледика лучше не надо. Сейчас. Подожди, подожди. Подожди. Вот так расправим. Давай, залезай на пледик. Давай. Оп. Вот так. На пледик. Ложись сюда поближе. Вот такая собачечка пришла. Вот это самоедик. На чистую кроватку. Очень хотелось. Мы тут сереньким чаек пьем. Прям у нас такой кроватный затуз. И кто-то там неровно дышит к нашим сухофруктам. Срочно дайте курагу. Срочно. Срочно. Собака весь день болеет. Ей нужны витамины. Срочно. Кураги мне. Давай. От нашего стола к вашему столу. Вот это потрепанная куражина. Да ты крокодил, блин. Еще у тебя и сделала. Сейчас Сережа ставит, там мокро. Будет ругаться. Можно. Начинается. Видишь, ругается уже. Уже ругается. Как же мы с этим будем дело решать. Как-нибудь порешай, скажи. Давай еще что-то там ешь. Пойдем-ка я тебе курочку дам, милая моя. Пошли. А то ты так на кураге далеко не уедешь. Это вот такой вот супчик для болящих, бульончик на курочке с рисом, чуть-чуть морковки, без всяких овощей, без всего. Короче, выкармливаю собаку после отравления. Ну, не знаю, когда она у нас придет в себя вообще. Без понятия. Будем надеяться, что скоро. Мясо так много выкинуть пришлось. Кто не знает, я в прошлом выпуске рассказывала, что месяц кормила медведя мясом, которое накачано химикатами, не знала об этом. Потом уже под конец догадалась загуглить. Но все равно выкинула. Мне кажется, килограмм 6 отнесла на помойку. Да, вот такую вот курочку. Извините, что из миски, конечно. У нас все есть, миски есть. Ну, просто так захотели мы сегодня. Ролик, как самоедок перевозят псы. В самолете. Но это в Америке дело. Ну, видимо, там есть какая-то компания, которая на это идет. В нашем случае мы не можем никуда полететь, потому что собаку нужно сдавать в багаж. А мы не можем. Да, как же собачка поедет в багажничке? Да, что ты там дергаешь лапкой? Бедненький. Собачечка любимая. Детей-зайчик. Детей-зайчик такой. Скажи, как это можно собачку сдать в багаж? Я же там умру от страха. Никто никуда не едет. Все сидят дома. Стоя должна быть вместе. У нас так классно на улице. Вот в этой коробке елочку поставили. Горит подсветочка. Здорово так сделали. Детишек катают. У меня там самоед голосует. Красота.